Президент Владимир Зеленский в своем плане победы полагается на международное давление на Россию, пишет испанское информационное агентство EFE. Эта тема вывесена у нас в заголовок сегодня, на обложку даже. При этом Зеленский полагается на международное давление на Россию, чтобы добиться мира для приемлемых для Киева условиях. Я построил этот план, исходя из того, что он может стать реальностью благодаря нашим партнерам, а не благодаря воле или безволию Российской Федерации. Цитирует агентство Зеленского. Параллельно с презентацией этого плана своим партнером Украина готовится организовать второй саммит мира до конца года. Почему вынесено в заголовок этой осенью? Потому что до конца года сегодня президент Зеленский, знакомя с новым министром иностранных дел Андрей Сибига, стал новым министром. И презентуя сегодня его, Владимир Александрович говорил о том, что новый саммит мира должен состояться уже в этом году. И вот он рассчитывает на давление мировое. Сергей Олегович, какие есть реально действующие инструменты принуждения Путина к условиям, к которым будет склонять его коллективный запад? Никаких. Никаких инструментов принуждений. Минорное начало. Ну, потому что мы понимаем, что международное отношение – это вещь очень красивая. Когда ее преподают МГИМО, когда он рассказывает о Организации Объединенных Наций. Видите, такое шикарное здание в Нью-Йорке, куда съезжаются представители всех стран и так далее, принимают там решения. Проблема заключается в том, что вы спрашиваете, как заставить исполнять это решение. Организация… Да, Сергей Олегович, я говорю не только… простите, простите. Я говорю не только про дипломатическое давление, а вполне себе финансово-военное давление. Когда условный Трамп или условный, не знаю, Макрон звонит и говорит, «Володя, вот так вот будет, иначе вот так и так». Вот, ну, мы с вами обсуждали как бы международное отношение министра иностранных дел, и поэтому в рамках дипломатии как раз практически инструментов нет. Потому что международная дипломатия доказала международное, так сказать, соглашение. Они все работают, пока все согласны. То есть пока все согласны, добровольно исполняют свои обязанности, то все прекрасно. А как только кто-то говорит, что я не хочу исполнять, или начинает даже там мухлевать, или начинает даже просто захватывать территорию своего соседа в нарушении всех международных, подписанных самим же этим же государством договоров, то выясняется, что никаких, так сказать, механизмов принуждения к исполнению международных договоров на международном уровне нет. И вот поэтому едет Путин в Монголию. Монголия, которая является ратификантом римского статута, которая обязана была его задержать и арестовать, она говорит, извините, ребята, мы ничего сделать не можем, потому что мы, так сказать, зажаты между русским медведем и китайским тигром, и по этому поводу мы маленькие, не сильные и так далее. Но даже сильные государства не очень могут принудить кого-то к исполнению международных договоров, потому что это мы там 25 тысяч лет уже видели в отношении израильско-палестинского конфликта, санкции в отношении Ирана, санкции в отношении Северной Кореи, санкции в отношении Российской Федерации и прочих всяких государств. То есть на самом деле принуждения нету, механизмов международного принуждения. И это имеется в виду дипломатических. Вот только разговоры, давление, то есть кто-то там сделал заявление, нахмурил брови, стукнул кулаком по какому-то там столу, и Путин испугался и побежал быстренько, все обратно вывел войска, выдал военных преступников, выплатил репарации. Вы сами понимаете, что это, в общем, ничего такого, к сожалению, произойти не может. Другое дело, что санкции – это вещь на самом деле работающая. Но она работает в каком случае? Если принимаются серьезные санкции. То есть эффективно всего, самый эффективный вариант – это вообще полная экономическая блокада нехорошего государства, когда ничего оно не может продать и ничего оно не может купить. И никто ему не может ничего продать, и никто не может у него ничего купить. И вот тогда это государство загибается в течение нескольких недель или месяцев. Но поскольку таких санкций против Российской Федерации принимать никто не хочет, и очень многие государства зарабатывают на России, я имею в виду даже не Китай, Индию, Турцию, Бразилию, Южную Африку, но я имею в виду даже Западную Европу, потому что Западная Европа продолжает покупать российские товары, нефть, газ там, да, с некими ограничениями, но все равно это продолжается и продолжается. То есть на самом деле нужно очень сильное политическое давление, а его очень трудно получить. И потом вы же понимаете, что оно работает, что либо все давят, либо если кто-то говорит, а вот там Орбан говорит, а я не хочу давить, и все, он срывает постоянно принятие решений. Вот, и по делу надо было бы собраться всем 27 странам и сказать, слушай, Орбан, ты занимаешься, значит, деятельностью противной принципам европейского строительства, поэтому мы тебя исключаем из ЕС. Все, мы становимся 26, и 26 голосами мы можем без тебя все это решить. Если хочешь, значит, вот мы принимаем такое решение, но даже этого решения они не могут принять. А в чем причина, почему европейские чиновники так слабохарактерны, что ли? Мы слышали заявление и Фицо, и заявление Орбана, а все это часть Европейского Союза. Почему, да, вот не происходит то, о чем вы сказали, жесткое решение? Ну, потому что просто так устроен мир, что жесткие решения очень редко принимаются, потому что цивилизованный мир – это в основном, ну, такая вот двуличная очень политика. Мне неприятно говорить как человек, который живет в Западной Европе, который, в принципе, доволен тем, что у нас здесь происходит, но вот даже когда я здесь живу много лет и много десятилетий, все равно понимаю, что, в общем, совершенных стран нету, и систем совершенных нету. Есть страны более совершенные, чем какие-то другие, но даже внутри, допустим, Западной Европы, мы понимаем, что Скандинавия на два порядка более приличная, чем Испания, Италия, Греция. То есть, грубо говоря, на севере люди соблюдают законы больше, чем на юге. И это такая вот специфика национальная, потому что всегда, когда тепло, всегда хочется пить кампари и заниматься коррупцией. А когда холодно, когда люди знают, что при холоде, в общем, если будешь заниматься коррупцией, то не выживешь просто. И вот все люди, которые живут в холодных странах, там коррупции мало. В Канаде меньше коррупции, в Норвегии, в Швеции, в Финляндии, в Дании. А чем ближе к югу, тем больше всего вино, женщины, море и коррупция. Сиеста. А как же, если вот в этой теории рассматривать северные части Российской Федерации? Там где-то или над Мурманском, или за Уралом, там где-то в Сибири. Ну, по-моему, даже в Российской Федерации тоже есть какое-то такое культурное отличие от юга. Вот даже в Российской Федерации есть. Ну, в Западной Европе еще там отличие очень серьезное, религиозное. Потому что вот там, где католическая религия, это коррупция, а там, где протестантская религия, там все нормально. Потому что у протестантов просто совсем другое построение отношений с Богом. У протестантов человек лично отвечает перед Богом напрямую. Ему не нужно никаких посредников. А у католиков, значит, есть посредник, есть там священник. Папа, и можно себе купить индульгенцию, и все простят, и можно покаяться в грехах, и так далее. И поэтому вот даже во всех странах, в которых просто, во-первых, холодные страны, и там, где религия протестантская, там все нормально. То есть там грубо говоря, просто люди берут на себя персональную ответственность за то, что у них происходит в жизни. А вот в остальных странах там все сваливают либо на священника, либо на начальство какое-то, и бардак. После Монголии, где Путина такими задержали, Путин поехал в Владивосток на экономический форум восточный, где там наговорил всякого разного, и в том числе говорил, что на вопрос поддержки кандидатов в президенты Соединенных Штатов, сказал, что это, конечно, выбор Соединенных Штатов, но вообще мы вот поддерживали Байдена, но потом его сняли с гонки, и теперь мы будем поддерживать Камалу Харрис, и там что-то про смех, и он начал рассказать. Как думаете, для чего там Трамп публично обиделся, что как это значит, поддержал Харрис? Как думаете, для чего в принципе это было сделано, вот это заявление? Этот цирк с конями, понятно совершенно, потому что всех, кого Путин хвалит, они на Западе, естественно, получают сразу негатив. А всех, кого Путин ругает, они на Западе получают позитив. Поэтому он поругал Трампа, в результате он помог Трампу. Он похвалил демократов, в результате он им подложил свинью. Это была такая же история, кстати, с Байденом. То же самое, вот когда он там собирался лететь на бомбардировщике 160 или только-только слетал, он тоже говорил, вообще-то это их дело, но нам в принципе удобнее с Байденом, потому что он типа старенький, но с другой стороны он предсказуемый, а Трамп непредсказуемый и так далее. Правда, у Путина из-за этого воровства и его лжи затем сгорел этот самый бомбардировщик, на котором он летал. Потому что все-таки карма, когда врете вы публично, то все равно что-нибудь там где-нибудь там случается. Ну нет, это, конечно, такое геополитическое вранье, геополитический троллинг действующей власти. И теперь, поскольку кандидат Камала Харрис, то, естественно, ее надо хвалить, а своего кандидата, которого хочется получить, его надо ругать. Так, уважаемые зрители, еще раз напомню, лайк надо поставить прямо сейчас. А в России, вот только заголовок прочитаю, в России прошли выборы глав 21 региона, все действующие губернаторы сохранили свои посты. Ну прям все. То есть настолько люди довольны жизнью в России, что все губернаторы сохранили посты. Это настолько смешно и напоминает ситуацию немного, когда жена знает, что муж ей изменяет, но она то ли устала уже, то ли ей все равно, то ли она его боится реально. И она вот делает вид, что она не знает. При этом муж знает, что жена знает, что он изменяет. И вот в такой ситуации такое ощущение, что россияне, вот они вот как с этим мужем, который их то ли бьет, то ли запугал, то ли там, ну неважно каким способом, но это... И все знают, что цифры эти придуманы, результат, значит, назначен заранее, но люди даже ходят, значит, в выходной день берут детей за руку и по старой еще советской традиции, значит, ходят голосовать. Считая это праздником, на участках играет музыка. Раньше еще наливали всякие напитки и бутерброды давали, это мне еще родители рассказывали из тех вот еще дальних времен. Сейчас не знаю. Сергей Олегович, что это за вот такой, как бы договор россиянина с государственной машиной, мол, вы просто ходите, ставите галочки, а мы уже сделаем за вас все, что надо? Ну вот такое наследство Советского Союза, потому что так же выбирали при Советском Союзе. Причем, вот посмотрите, когда развалился Советский Союз, то все развалилось, никто не вышел защищать Советский Союз. В том числе, кстати, Путин, который был подполковником КГБ, который давал присягу, защищает до последней крови, капли своей крови, Коммунистическую партию Советского Союза, КГБ и КПСС. Защищать никто не стал. В прошлом году, когда Пригожин шел на Путина, никто не вышел защищать Путина. То есть это, в принципе, такая абсолютно пассивная позиция всех. Ну, вы там где-то существуете сами по себе, мы сами по себе, мы выживаем, вы нас не касается, но типа у нас вот есть какие-то, так сказать, принципы такие, вот значит, сейчас вот социологию опубликовали, когда, значит, их спрашивают, что должен мужчина. Мужчина должен защищать женщин, должен защищать свою страну, там и так далее. То есть вот это дерьмо им впихали в голову, да, причем это же дерьмо, почему это дерьмо? Потому что понятно, что они же не защищают ничего этого, то есть принципы правильные, другое дело, что они ничего этого не делают. То есть эти принципы, ну, там вот мы помним этой партии «Единая Россия», которая сейчас вот везде вроде победила, да, ну, мы же понимаем, что никакой партии-то нету на самом деле, никакой партии «Единая Россия» нету. КПСС хотя бы была партией, она хотя бы была числилась там, руководящей, направляющей силы советского общества. Шестая статья в Конституции была записана, съезд, политбюро, ЦК, там, я не знаю, там, пленум и ЦК, они определяли какое-то направление, и дальше по этому поводу, значит, двигался весь Советский Союз. У Путина никакой партии нету. То есть чего? Медведев собрал съезд и решил и сказал Путину, Путин, ты должен в следующие там два года проводить следующую политику, которую вот мы здесь собрались, и я, председатель партии «Единая Россия», тебе приказываю, как президенту, проводить мою политику. Ну, понимаете, да, как это смешно выглядит. Вот. Так что, в общем, выбор – это такая урок рисования, такой всероссийский урок рисования. И, кстати, то, что вы говорите, что они там ходят, да, они уже даже и ходить-то перестали, да, потому что переводят все это дело в электронный вид. То есть, грубо говоря, им говорят, вы можете даже не приходить, мы сами за вас нарисуем все это дело. И это правильно, кстати, они делают, потому что, ну, зачем людей мучить, вот, когда можно нарисовать вместо них, вот, зачем набивать, какими этими бумажными бюллетенями, печатать эти деньги, тратить на бюллетени, когда можно просто электронно поставить эти крестики. Вот. Самый идиотский человек нашелся в Российской Федерации. Ну, обычно все Кавказские республики всегда идиотические, и все маленькие национальные республики идиотические, потому что они все показывают 98% явки и 125% голосов за партию власти. А некоторые, да, 160%. Вот. А здесь нашелся начальник ФСИНА, который сказал, что 98% людей, которые содержатся в местах лишения свободы, проголосовали, значит, на этих выборах. То есть понятно, что, опять же, их вот просто вывели, но вы представьте себе в Заксенхаузене или где-нибудь там в Майданнике, вот, или там в Аушвице вас вводят на плац и всем говорят, что вы сегодня должны проголосовать за выборы фюрера немецкой нации. Вот. И, естественно, там 120-10% голосуют за все это дело. 98%. Угу. Так, для зрителей справка, ФСИНА – это Федеральная служба исполнения наказаний, те, которые отвечают за все эти колонии, тюрьмы и так далее. Да-да-да-да-да-да-да-да. Как же ли, что там делятся на тех, кто сидит, на тех, кто наблюдает за теми, кто сидит там в России? Значит, забавный случай, интересный вот такой вот. Значит, в Курске повесили рекламу службы по контракту в российской армии со слоганом «За наших». Но интересно, что использовали фотографию при этом украинского военного. Об этом на это обратили внимание, как и в России тоже, и в Украине тоже. Значит, главному архитектору города объявлен выговор, что не досмотрели. Действительно, там фотографии военные в пикселе, держит ребенка на руках, лицо закрыто, но пиксель, который использует украинская армия. Вот. Как думаете, это просто такая халатность или все-таки есть какие-то... Потому что еще с надписью «За наших». То есть тут еще этот плакат немножко переворачивает смысл. Так кто же для вас, особенно в Курске, в Курске ваш? Да. Ну, хотелось бы надеяться, что это спецоперация Кирилла Буданова, который такую штуку устроил. Если это так, то это, конечно, блестящая операция разведки украинской. Но я боюсь, что это просто российский бардак. Потому что они, кстати, такие же плакаты делали с немецкими нацистскими какими-то касками. Вот. У них было такое... Они такие плакаты вешали на стене магазина мяса. Вот. Они такие плакаты вешали на стене кладбищей и так далее. То есть на самом деле этих мемов по Российской Федерации, когда вот такие плакаты вот, значит, висят в самых подходящих местах и берут... Ну, нет, конечно, это просто графист какой-то взял из Нета понравившуюся ему фотографию, не сильно заморачиваясь, откуда она взялась. Вот. И таким образом получилась такая штука. Но украинцы, видите, глаз не замыленный, глаз острый. Они все это дело нашли и раскопали. И вот мы с вами хихикаем по этому поводу и издеваемся над этими чурками, которые все это дело делают. Ну, грех. Тут грех не поиздеваться. Упомянутый вами Буданов отвечает на вопрос про телеграм, мессенджер телеграм. Тут как раз вот отсылка и к месье Дурову, который во Франции. Так вот, Буданов ответил на вопрос угрозы телеграма, сказал, я никогда не боялся этого сказать. Прямо говорю, телеграм, угроза национальной безопасности. Я это говорю абсолютно прямо, и мы это даже документально делали, заявил Буданов. Но я не за то, чтобы его взять и закрыть. Это, кстати, достаточно трудно сделать, но возможно. Я выступаю за то, чтобы офизичить все эти телеграм-каналы. Если ты хочешь освещать новости, пожалуйста, зарегистрируйся, сказал Буданов. Речь идет как раз, да, больше не просто о мессенджере, как и передаче данных, а вот о новостных каналах. У нас они достаточно очень популярны, миллионные подписки. И некоторые там части, а может, и больше половины, они анонимны, они без подписи. То есть есть телеграм-канал Сергея Жирнова, это понятно, что это ваш канал. А есть канал какой-то там, что-то, с каким-то мутным названием, поди там, знай, кто за ним стоит, он распространяет любую информацию. Причем, там, по законам дезинформации он может распространять 95% правды, но в нужный момент он винтит свои 5%, которые нужно было там донести своей миллионной аудитории, повлияв, тем не менее, повлияв, как нужно, значит, на эти окрепшие или неокрепшие умы. Сергей Олегович, как вы относитесь к телеграмму, вот, не как мессенджеру, а как, вот, как, по сути, средству массовой информации, откуда мы черпаем эту информацию, и что там по делу Дурова, какие новости во Франции? Ну, начну с последнего. По делу Дурова никаких новостей нету, его отпустили под судебный надзор, и все это дело там теперь будет вяло развиваться, скорее всего, дознание и следствие будет длиться лет 5, а потом его тихо закроют, и ничего из этого дела не получится, даже судебного процесса не будет, мне кажется. вот, потому что уже телеграмма ответил, что на самом деле, ребята, вы все это придуриваетесь, потому что там какая-то, там есть какая-то, есть очень много странностей, на самом деле, и с французской стороны, и не с французской стороны, вот, потому что на самом деле Дуров сотрудничал с французскими спецслужбами, и не только с французскими спецслужбами, я уверен, что он с ФСБ сотрудничал, вот, и в этом смысле, кстати, Кстати, все они заинтересованы, чтобы телеграмм-мессенджер оставался, потому что у каких-то, вот я вам по секрету скажу, вы это просто никому не говорите, что какие-то молодые идиоты, они считают, что там все зашифровано, и что там они могут договариваться об устройстве террористических актов совершенно спокойно в этом мессенджере. Их за последние 10 лет неоднократно ловили, в том числе, кстати, французские спецслужбы. И слава богу, что ловили, потому что, в общем, на самом деле, там никакой крипт, ничего там не шифруется, все это взламывается элементарно совершенно, и все, и тут не надо было даже получать от Дурова какое-то там разрешение, потому что у всех спецслужб есть возможность это все сделать самим, без всякого Дурова. Вот Дурова просто, он то ли попал под раздачу во Франции, то ли там есть еще хитрее какие-то моменты, мы до сих пор их не очень хорошо понимаем, кто его подловил, на чем его подловили, сам ли он подловился, или он сбежал просто для того, чтобы сдаться французам, чтобы его не посадили в Россию. Там много всяких версий, они все рабочие, и только время нам покажет, какая из них самая рабочая версия. Телеграм-канал как носитель информации, то есть вот там, то есть Телеграм как носитель каналов информационных, да, или дезинформационных, в принципе тоже работает, и он работает, кстати, и в ту другую сторону, потому что, с одной стороны, у нас у всех есть Телеграм-каналы, которые, на которых мы рассказываем свои какие-то новости, и правильную информацию, и одновременно там есть Кадыров, там есть, я не знаю, там всякие там Z-патриоты, там фашисты российские, вот, а также там есть педофилы, да, там есть какие-то исламисты, и все они куча, вот, но в этом смысле Дуров играл такого либератарианца, который говорил, что, ну, у него такое понятие свободы слова самое широкое, вот, типа американского, когда если ты что-то, просто говоришь что-то, то, грубо говоря, ты можешь говорить все, что угодно, в том числе и клевету, в том числе и туфту, в том числе и фейки, это не проблема для свободы слова, как это обычно существует в Америке, хотя там ограничения свои есть, вот, и он, кстати, говорил, что мы закрываем какие-то каналы, то есть там не все, все, что туда выливается из сливного бачка, значит, мы не трогаем, вот, и в этом смысле я-то, в принципе, тоже считаю, что, ну, в общем, только самые большие нарушители какие-то должны, да, должны закрываться, потому что в остальном ведь есть механизмы, вот, допустим, у меня канал, я там чат открыл, и в этом чате чего только не было было, и потом просто я взял его и закрыл, потому что мне надоело бороться с этими троллями, которые там были, и все, и, то есть, я там публикую только информацию такую, которая меня устраивает, а пусть они там обсуждают у себя где-то в другом месте, это меня не касается. Субтитры сделал DimaTorzok